Здравствуйте дорогие наши зрители! Сегодня мы будем печь быстрый хлеб. Лепешки луковые на луковой воде. И понадобятся нам очень простые ингредиенты. Мука пшеничная высшего сорта, ну не обязательно высшего, можно взять и первого сорта. 600 граммов. В два раза меньше воды теплой, то есть 300 миллилитров. 200 граммов лука, у меня здесь две средние луковицы. 15-20 граммов прессованных дрожжей. Если сухие дрожжи, берем в три раза меньше. 1 чайная ложка соли. Первое, что нужно сделать, это нарезать мелко лук. Лук нарезаем как обычно на зажарку, но желательно как помельче. Кто не подписался, подпишитесь пожалуйста. И если вам понравятся мои лепешки, в конце ролика поставьте лайк. Этим вы очень поможете нашему каналу и нам также. Ну вот друзья, лук мы нарезали меленько. Высыпаем в любую посуду, в какую-то мисочку. Берем щепотку вот так соли. И хорошенько перетираем лук с солью. Постепенно подливаем стакан теплой, хорошо теплой воды. И этой водичкой промываем лук. Как раз 10 круговыми движениями лопатки вот так промыли, промыли хорошенько лук. Теперь при помощи сито, либо при помощи какой-то марли, нужно нам отсидеть вот эту тепленькую луковую воду. Немноженько вот так отжимаем весь сок. Надо помочь вот так себе ручками. Воду мы брали хорошо, такую тепленькую, горячую. И пока мы отсаживали лук, она стала где-то 30-35 градусов. Как раз такая температура подходит, чтобы развести дрожжи, не больше. Вот в этой луковой воде, вот этом луковом экстракте, мы разводим хорошенько дрожжи, перемешиваем их. В просеянной муке мы добавляем чайную ложку соли, перемешиваем. Подливаем нашу луковую водичку с дрожжами и замешиваем такое некрутое тесто. Тесто вымешиваем либо на доске, либо прямо у миски, чтобы оно уже отставало от миски. Ах, тесто пахнет луком. Будут настоящие луковые лепешки. Дадим нашему тесту немножечко подойти, минут 30-40. Тесто подходило 35 минут. Я его слегка подмешу, разрежу на две части и сформирую две небольшие лепешки. Для этого смажу доску растительным маслом и вот так буду растягивать нашу лепешечку, чтобы был бортик небольшой, а по центру лепешечка была потоньше. Складываю лепешечку на противень, застеленный пергаментной бумагой. И то же самое сделаю вторым кусочком теста. Как у меня здесь мало места, вторую лепешку я сделаю овальную. Чтобы поместилось? Да, чтобы поместилось в моем противне. Ясно. Вот так на противне немножко мы подправили, сделали вот такие бортики. И теперь центр вот так вилочкой хорошенечко наколем и дадим минут 7 в теплом месте нашим лепешечкам подойти. Еще вот так чайной ложкой сделать, чтобы был бортик повыше. И пока тесто подходит минут 7, я добавлю в отжатый лук черного молотого перца. Вот это кислое молочко, полстакана, даже немножко меньше. Перемешаю хорошо. Лук для луковых лепешек подготовили. Ждем еще минут 5, пусть подойдут лепешечки. Лепешечки 7 минут отдыхали. Мы включили духовку на максимум, чтобы разогревалось. И в разогретую раскаленную духовочку отправим сейчас наши луковые лепешки. Смазываем вот так тонким слоем лука и кислого молока. Одну и вторую. Вот так. А какая из них моя? Побачим, какая лучше спечать. Та будет моя, да? Да. Нет, там не моя. Вот и все, друзья. Я ничем не смазываю. Максимум у меня в духовке 250 градусов. Я уже раскалила до красна свою духовочку. И отправляю лепешки луковые в духовку. Ну и вот, друзья, выпекались наши лепешки 30 минут при температуре 250 градусов. На среднем уровне режим верх-низ. Они вот такие получились пышные. В доме пахнет жареным лучком. Ароматные. Не передать словами, кто любит аромат жареного лука. Кстати, кто не любит аромат жареного лука, можно натереть вместо лука тыкву и сделать такие лепешки. Можно сделать с грибочками. Кто с чем любит. Вот сейчас я смажу растительным маслом. Дадим немножечко им остыть. Прикроем вот так полотенечком. Дадим немножечко остыть. И обязательно с вами через минут 5 попробуем. Так, пробовать будем. Но это больше тебе, а меньше мне. О, вот такие. Больше тебе, но мне меньше и половина твоей. Ну, не знаю, не знаю. Космос, подожди. Космос, вам тоже сейчас дамо горячие. Не спеши. Знаешь, упробовал. Все он знает. Ну, так ведь уже готов. Подожди. Сейчас дашь пробовать. А ну, покажи в разломе. Пушистые, пухкие, друзья. А пахнут лучком. Просто сказка. Да аж космос бесится. Хотя тут мяса нет. Сейчас, подожди, сказал. Разглядя. Не кричит на моего котика. Да он как будто от 3 дня не ел. Ну, он каже, а я, а я. А он возмущается, говорит, почему ты первый. Я первый, говорит. Оспаривает у меня первенство. А лук, лук как испекся. Такую лепешечку, друзья, нужно ломать. Ее нельзя резать. Потому что самый смак. Сейчас потом дам. Вот лук какой прожаренный. И на вкус хороший, классный. Ну, так, все, друзья. На этом заканчиваем. Лепешки на славу. Готовьте. Особенно, когда хлеба нет. Вместо хлеба просто сказка. Так, мы договорились. Половина твоей, это моя. Да. Все. До свидания. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Делитесь своими рецептами. Всем добра. Пока. Будьте здоровы. И не болейте. Пока. Пока.